Радио передача предназначена для слушателей старше 12 лет. Кто не знает город лучше с этого ракурса, чем наш уважаемый гость Антон Жуков, главный архитектор города Иркутска. Ну а ведем программу для вас мы, мой соведущий Николай Блинов, студент Иркутского государственного университета путей сообщения. И студент Байкальского государственного университета Владимир Изместев. Здравствуйте, уважаемый Антон Михайлович, очень рады вас видеть сегодня у нас в студии. Здравствуйте, дорогие ведущие, здравствуйте, дорогие слушатели. Рад здесь присутствовать. Антон Михайлович, вот расскажите, пожалуйста, как вас судьба свела с нашим городом? Вы местные жители или все-таки когда-то приехали в наш город? Судьба свела меня с этим городом совершенно удивительным образом. Я здесь родился. Вот, собственно, я здесь коренной житель, я иркутянин, люблю город этот, живу в нем. Я здесь. Также я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям о том, что в группе Байкальского государственного университета ведется прямая трансляция нашей передачи. Задавайте свои вопросы, и ведь именно ваш вопрос мы озвучим в прямом эфире. А также за самый лучший вопрос в конце программы у нас предназначается отличный подарок и приз. Антон Михайлович, расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно эту профессию, что дало толчок на этот путь? — Хороший вопрос, спасибо большое. Ну, так сложилось, что я родился, в принципе, в семье проектировщиков. У меня и бабушка с дедушкой были связаны с проектированием промышленных гражданских зданий. Мама у меня инженер-конструктор. Все школьные годы, особенно начальных классов, я часто бывал в стенах промышленно-строительного института «Промстройпроект». И уже тогда мне казалось, что моя жизнь вообще неразрывно будет связана с проектированием. Но именно специализацию архитектура я для себя увидел только учащийся в старших классах в 11-й школе. Я попал совершенно случайно или так судьбоносно в экспериментальный архитектурный класс, закончив который я, конечно же, уже твердо для себя решил, что буду поступать на архитектурный факультет. Ну, собственно, с чем я с успехом справился и получив по результату обучения специальность архитектор. — Вот, Антон Михайлович, у вас такая высокая должность. И вот нашим радиослушателям и мне лично все-таки интересно узнать, а как вообще придумывается проект, какие он проходят стадии. И как вы считаете, этот процесс все-таки творческий или довольно-таки рутинный, обыденный? — Снова замечательный вопрос. Вот односложно, на этот вопрос ответить сложно, потому что, конечно же, каждый проект проекту рознь. В каждой конкретной ситуации архитекторы и команды проектировщиков решают разные задачи в зависимости от функционального назначения будущего объекта, от его месторасположения, от того, какие инженерные коммуникации на площадке будущего строительства есть. Даже то, как солнце ходит вокруг земельного участка, это во многом предопределяет его формообразование будущее. Плюс сложившийся контекст застройки тоже влияет, потому что высотные здания рядом или они отсутствуют. Это тоже имеет значение, потому что действуют и противопожарные разрывы, и нормативы санитарного характера и так далее. — Антон Михайлович, у нас уже появились первые вопросы в нашем прямом эфире. Студентка Байкальского университета Алина Новосардян вас спрашивает. Антон Михайлович, почему в некоторых микрорайонах города много однотипных домов? С чем это связано? Кстати, я тоже не раз именно эту тенденцию замечал. Не только в нашем городе, но и в других точках мира. — Замечательный вопрос. Совершенно верное наблюдение. Значит, если мы свой взор с вами обратим немножечко в прошлое, на 50, на 100 лет назад, то увидим, что раньше люди, будь то горожане или деревенские жители, жили в малоэтажных домах. В городах заселение шло в основном в какие-то варианты таких домов, как бараки, дома галерейного типа. Но все это были малоэтажные, очень недолговеченные дома. И когда произошла третья промышленная революция, когда она началась, и когда территории стали заселяться по принципу наличия инженерных ресурсов, электроэнергии, в точках, где требовалось большое количество людей, где добывались полезные ископаемые, где появлялась авиационная промышленность, чувствуете, да, вот как бы притяжку к нашей территории, там понадобилось большое количество быстровозводимых вместительных домов. И тогда целые домостроительные комбинаты получали в серийное производство государственный заказ на производство этих домов. В то время задачей номер один было построить дешево, быстро, удобно, ну и, конечно, максимально долговечно. Так рождались серии, вот в частности, серия 1.335, которую мы, собственно, чаще всего и наблюдаем в нашем городе. Это самые ранние такие массово застраиваемые районы, самая ранняя серия применяемая. Позднее появлялись более такие современные, модернизированные серии, но все они, отличительной чертой их являлось то, что они все очень похожи между собой. Я думаю, что все эти дома со своей основной целью, они все-таки справились и до сих пор стоят. Совершенно верно. Зачастую в эти дома семьи заселялись из коммунальных квартир, получая свое индивидуальное жилье. Да, там есть особенности, небольшие площади, относительно низкая высота потолка, но зато это было свое помещение, благоустроенное, отапливаемое и так далее. Здесь большую ключевую роль, наверное, играет материал, из которого дом состоит. Так вот, как, по вашему мнению, из какого материала должны состоять дома, чтобы они простояли очень долгое время? Вы знаете, в области строительства и в архитектуре в целом, и в области строительства действует значительное количество различного рода нормативов, которые продиктуют нам требования к зданиям, которые архитектор проектирует в зависимости от его функционального назначения, этажности, класса конструктивной пожарной опасности и так далее. Поэтому все те материалы, которые сегодня на слуху, они все по-своему хороши. И тут нельзя сказать, какой дом безопаснее или какой дом дольше сможет функционировать, или, может быть, нельзя задать вопрос, какой материал лучше. Можно спросить архитектора, какой материал любимый, и тогда, наверное, каждый ответит, что ему больше нравится. Я очень люблю дерево, я очень люблю кирпич. В мире сегодня производится масса вариантов кирпича и по цвету, и по фактуре. Это очень интересный материал. Понятно, что на каждой территории цвет кирпича и качество его зависит от того, какие глиняные есть запасы, из которого производится этот кирпич. Это предопределяет цветовую гамму, мощности завода и его особенности технологического производства, который кирпич этот производит. Предопределяет, какой формы этот кирпич, а от этого в результате в некотором смысле зависит и архитектура. Также, уважаемые радиослушатели, я снова вам напоминаю о том, что трансляция нашего эфира идет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Байкальского университета. Уважаемый Антон Михайлович, у нас снова появился вопрос в нашей социальной сети ВКонтакте. Это что-то невероятное. Это что-то невероятное, да. Всем сегодня так интересно. Да, студентка Байкальского университета Карина Факирова спрашивает вас. Антон Михайлович, могут ли в Иркутске когда-нибудь появиться небоскребы? Я могу тоже сказать, что меня этот вопрос не раз интересовал. Карина, Владимир, ну конечно могут. Конечно могут. Вопрос целесообразности, да, насколько нужно это нам, жителям, тем, кто будет этими зданиями пользоваться. Но если у нас появится такой запрос с вами, да, и появятся строители, архитекторы, у которых будет такая амбиция, которые будут уверены, что этот объект им необходим, они готовы вкладывать туда свои средства, силы и время, то город Иркутск с интересом рассмотрит и, наверное, предложит какие-то территории, где такой объект может появиться. Но принимая во внимание, что у нас дефицит в земельных ресурсах не настолько высок, чтобы стремиться настолько сильно в высоту, то я думаю, что пока предпосылок к появлению небоскреба нет. Но то, что в ближайшие годы в Иркутске может появиться здание высотой, допустим, стремящейся к 100 метрам, что уже в принципе можно назвать небоскребом по некоторым меркам, я могу сказать с уверенностью, да, такой объект появится скоро. Ну я думаю, что у нас город еще стоит на горной местности достаточно, у нас очень много извилин всяких на дорогах. Но так как наш регион сейсмоопасен, скажите, пожалуйста, какие технологии строительства сейчас применяют, чтобы здания стояли крепко? Есть ли в нашем регионе ограничения этажности? Проверят ли дома перед запуском на сейсмоустойчивость? Ну я уже упомянул, да, что очень много стандартов и нормативов, которые предопределяют то, как здание нужно проектировать, в зависимости от исходного тактико-технического задания, да, какое здание мы хотим получить. Значит, есть правило, что у нас сейсмичный район, да, у нас определенные требования и к фундаментам, и к конструктивным решениям, и к высотности, есть определенные ограничения для тех или иных схем конструктивных, для тех или иных материалов, которые используются в строительстве. Значит, все испытания происходят изначально при проектировании на бумаге в специальных программных комплексах, которыми пользуются расчетчики, такие специальные операторы, да, будущего проектирования, которые задают модель, определяют главным конструктором проекта, какая конструктивная схема, какие плотности там бетона, сколько возможно там разместить арматурных сеток, связи и так далее, какие силовые элементы еще в конструктиве могут быть. И эти параметры задают в условия программы, программа проводит расчет и определяет, какой запас прочности это все имеет, и либо там обратная ситуация, за ним загоняется в программу архитектурное решение, делается расчет, и программа уже сама говорит на основании требований, которые в нее заводятся, какие нужно элементы усиливать, где добавить плотности бетона, где сделать кирпичную кладку, где сделать какие-то фахверковые стойки, где раскосы, фермы и так далее, и так далее, диафрагмы жесткости, диски перекрытий, ну там масса нюансов. Но это я все к чему веду, что после стройки, конечно, уже объект не испытывается. Во время строительства просто ведется неукоснительный контроль качества производства работ, есть специальные организации, в том числе и государственные, которые контролируют эти процессы, поэтому проектирование ведется с участием лицензированных предприятий, которые на это имеют допуски определенные, разрабатывается проект, потом производится экспертиза независимыми экспертами, которые говорят, да, здесь конструктивные решения приняты, верно, и это можно запускать в работу. Потом администрация выдает разрешение строительства, и компетентные органы наблюдают за выполнением всех предусмотренных в проекте мероприятий. По результату мы с вами получаем объект, его нет уже смысла никак проверять, он вводится в эксплуатацию и эксплуатируется на заданный срок, там, 75-100 лет. Также, Антон Михайлович, перед вашим приходом мы долгое время собирали вопросы. И огромную благодарность я хочу выразить студентам Иркутского государственного университета путей сообщения кафедре строительства мостов и деталей. Я правильно Николай кафедру назвал? Строительство железных дорог, мостов и тоннелей. И вот как раз студентов Иргупса очень часто интересовал вопрос, а планируется ли строительство кольцевой окружной скоростной автомагистральной дороги? Потому что многие наши уважаемые жители города Иркутска достаточно долгое время тратят на то, чтобы добраться от работы домой и наоборот. И в связи с этим как раз и возник этот вопрос. Потому что, возможно, мы пойдем по такому сценарию. Может, вы сейчас это опровергнете? Интересно, что в вопросе звучит кольцевая автодорога. То есть кто-то хочет город объехать, видимо, а не заехать у него, да? Но на самом деле, заряд в корень те, кто задает этот вопрос. Потому что действительно такая работа ведется уже достаточно давно. В планах Иркутской области и города Иркутска, в частности, построить объездную автодорогу. Она будет состоять из нескольких сегментов. Самые ключевые из которых это южная и западная часть, они называются обходы города Иркутска. Они служат для рассредоточения тех плотных потоков автотранспорта, которые заходят в западного и южного направления. Это Уссулия-Сибирская, Ангарск и со стороны Шелихова и Шелиховского района. Нам нужно, чтобы тот плотный поток, который заходит через один въезд в город, чтобы он рассредотачивался. Для этого придумана система вот этих вот обходов, которые растворят этот поток в оставшемся потоке в городе. Но этот процесс долгий. Он требует значительных усилий по проектированию, по моделированию всей этой ситуации. И на это сейчас очень много сил требуется. И затрачивается достаточно много ресурсов для того, чтобы выбрать единственно верный, самый эффективный, самый работоспособный вариант. На этом власти сегодня сосредоточены во многом. Антон Михайлович, а скажите, пожалуйста, каковы перспективы развития Иркутского ипподрома? Ух ты, какой неожиданный вопрос. Здорово, что, во-первых, хочу похвалить, что студенты знают, что есть такой объект. Ипподром – это сооружение и такое заведение, которое появилось на картах города Иркутска более 100 лет назад. То есть микрорайон у нас Жилкино, не Жилкино, Марата, да, есть на правом берегу реки Ушаковка, а на левом берегу реки Ушаковка находится ипподром. Вот примерно в одно время появился и район, и вот этот маловаренный завод там был таким вот образующим предприятием, который, собственно, схему расселения на этой территории предполагал. И когда я смотрел исторические старинные справки и карты, там одновременно вот с заселением микрорайона Марата появился ипподром. Значит, сегодня собственник ипподрома планирует и разрабатывает проект реконструкции. Там шикарнейший проект, очень красивый, интересный. Вообще верховая езда, спортивная, там, и я в деталях ее точно не знаю правильные термины, но понимаю, что их бывает несколько видов. И это достаточно популярный и такой красивый вид спорта. Значит, он будет развиваться, он будет поддерживаться, ипподром свою функцию сохранит, преобразится, преобразуется в более серьезное предприятие, ну, как процесс, да. И очень рассчитываю, что в городе Иркутске будут проходить, в том числе, соревнования и выставочные мероприятия, связанные с верховой ездой, ну, такого федерального масштаба. Это для нас очень полезно, очень здорово будет. Это привлечет туристов. Город Иркутск борется за приезд туристов, и в том числе таких специфических, которые едут на спортивные мероприятия. В общем, ипподрома быть, ипподром будет жить, ипподром будет процветать. Ну, также наши уважаемые радиослушатели, хотели бы узнать, а каковы перспективы проектирования и строительства современной набережной на левом берегу Ангары, от вокзала Иркутск-Пассажирский до плотины ГЭС. И как планируется вообще обустроить теплые озера? Потому что многие жители города Иркутска все-таки некоторые не имеют возможности выехать и куда-то отдохнуть, потому что все находятся на работе, или, к сожалению, так получается, что нет другой возможности по каким-то определенным причинам. И вот теплые озера – это такое отличное место отдыха. Открытая городская набережная – это без всяких оговорок, это необходимость, и это должно быть. Без относительно того, может человек уехать из города, работает он, не работает – это данность, это должно быть. И город Иркутск сегодня, у него есть роскошь в виде достаточно продолжительной, длинной береговой речной линии на самой красивой реке на планете, на берегу реки Ангара. Но так исторически сложилось, что левый берег был обделен вниманием и градостроителей, и властей долгие годы. И на самом деле эта территория береговая еще и, ну опять же, исторически так сложилось, что отрезана для жителей железной дорогой. Одна ее часть – это наша железная дорога, по которой мы ездим с вами в Слюдянку, а вторая часть железной дороги – это промышленная ветка бывшего завода железобетонных конструкций в Нижнем Биефе Плотины ГЭС. Но некоторое время назад пришло у всех понимание, что эту несправедливость надо ликвидировать. Одномоментно это сделать невозможно, но сейчас различные концепции предлагаются к рассмотрению, и, ну, в принципе, мы, можно сказать, на пороге принятия решений о благоустройстве этих территорий. Пока общая картина не собрана, потому что тенденции в области благоустройства рекреационных зон, водного каркаса городов, эти тенденции очень быстро меняются, и пока, условно говоря, мы разработаем проект, получим финансирование, заложим его в бюджет и направим на строительство, может оказаться так, что эти идеи, заложенные в проект, могут устареть. Поэтому для того, чтобы все вот сошлось в одну точку и одномоментно состоялось, нам нужно четко, хорошо подготовить те идеи, те функции, которые мы хотим туда привнести, выделить и определиться с теми планировочными решениями, которые мы хотим там применить, и потом запустить в реализацию. Но почему это сейчас не происходит? Потому что сейчас наше внимание приковано к проекту Единая набережная. Единая набережная – это набережная правого берега реки Ангары, начиная от Солнечного, спускаясь вниз через плотину ГЭС, мимо бульвара Постышева, через бульвар Гагарина, Цесовская набережная, Цесовская набережная, Нижняя набережная и потом вверх по течению по левому берегу реки Ушаковка. Всего 17,5 километров протяженность этой такой петли. И она такая краткосрочная у нас задача – соединить вот эту территорию для того, чтобы у нас появился непрерывный пешеходный маршрут, велопешеходный маршрут, после чего, конечно же, мы свой взор обратим и на левый берег. Пока что решительных каких-то действий в отношении набережной не происходит, но, скажем так, оценка и проработка вариантов ведется. Есть у нас группа неравнодушных граждан и разного рода архитекторов и благоустроителей, кто сегодня предлагает свои идеи. И уже копится такое портфолио для… Когда день Икс настанет, да, то мы сможем его достать и впустить в реализацию. И все эти места очень сильно любимы жителями нашего любимого города Иркутска, без преувеличения. Поэтому, если этот день Икс настанет, и как только он настанет, я думаю, что все мы будем… Не если, а он настанет. Как только, да, этот день Икс настанет, все наши жители будут счастливы, потому что у них еще больше возможностей появится для отдыха, а это очень важно. Интересный вопрос поступил от наших уважаемых слушателей, студентов и не только. Хотят узнать, каковы перспективы проекта реконструкции верхней набережной и организации автомобильного проезда по правому берегу Ангары от плотины ГЭС до Маратовской кольцевой развязки? Ну, перспективы весьма радужные, но не во всех частях этого вопроса. Значит, про единую набережную я вам рассказал, и эта работа ведется. Она состоит из нескольких сегментов, и вот отрезок от плотины ГЭС до Боливора Постышева сейчас как раз у нас проект проходит фазу актуализации, он потому что был разработан более 10 лет назад, но у города все никак не было финансовых средств его реализовать. Но за это время немножечко изменились нормативы, и поэтому проект нужно слегка реанимировать, и эта работа сейчас ведется. Ну вот, говоря про единую набережную, я рассказал вам, что мы хотим, чтобы появилась единая такая бесшовная связь и беспрерывный маршрут для велопешеходной. Вместе с тем автомобильная связь, транспортная, ну такая транспортная связь появится не на всем протяжении, потому что будут фрагменты и участки, где на набережную автотранспорт попадать не будет. Это будет делаться в пользу приоритета пешеходного движения, большей доступности территории для пешеходов, для горожан, для мамочек с колясками, для детей и так далее. Но в целом в какой-то обозримом будущем у нас сильно преобразится и транспортная схема в этой части, потому что вы сейчас видите, идет ремонт проезда на нижней набережной от торгового центра у академического моста туда вверх по течению, у нас объект называется 106-й дом на улице Дальневосточной, вот туда все движется. Также, уважаемые радиослушатели, я еще раз вам напоминаю о том, что трансляция нашего эфира идет в официальной группе социальной сети ВКонтакте, в официальной группе Байкальского университета. Задавайте свои вопросы и, быть может, именно ваш вопрос мы обсудим прямо сейчас в прямом эфире. Антон Михайлович, вот также достаточно большую часть наших радиослушателей интересовал следующий вопрос. Какова же все-таки судьба Иерусалимского кладбища? Неужели парк останется без аттракционов и детям будет негде играть, они лишатся еще одного места? Ну, коллеги, парк уже остался без аттракционов, потому что парку на месте захоронения сотен и сотен человек быть не гоже. Я думаю, что никто с этим спорить не станет и в последние пять лет методично, последовательно реализовывался проект Иерусалимского некрополя. Соответственно, там сделано благоустройство, подняты большие исторические пласты информации, там много можно интересного прочитать о своих предках, о предшественниках. Там представители четырех или пяти конфессий захоронены. Ну, там чрезвычайно интересная история этого места. Я сейчас не буду драгоценное время конкретно этого эфира тратить на эти цели, но очень рекомендую к изучению эту тематику. Ну, и маленький секретик поделюсь с вами, что парк развлечений в Иркутске будет. Пока я не могу вам раскрыть все тонкости и тайны, но в целом парк развлечений появится. Приходите к нам и обязательно мы эту приятную новость проанонсируем. Договорились. Интереснейший вопрос поступил к вам, Антон Михайлович. Проезжая по центральным улицам, зачастую на зданиях исторического наследия иногда можно увидеть сетку, которые занавешивают изъяны на фасаде, балконы, выступы, скульптуры. С чем это связано? Как долго здания могут находиться в таком виде? Как можно их правильно отреставрировать? Ну, это целая наука. Сегодня большое количество архитекторов посвятили свою жизнь работе с объектами архитектурного и культурного наследия. Там очень много. Это такая узкая специализация, чрезвычайно сложная, нагруженная информационно и технологически непростая. Могу лишь сказать точно, что вот эта сетка упомянутая это предвестник будущих перемен для объекта, значит, что он уже вот-вот готовится к реставрации, а может быть, за этой сеткой уже и ведутся какие-то процессы. Есть элементы, которые просто консервируют таким образом, но если значительная часть фасада завешивается сеткой, это значит, что ее готовят уже к работе. Вот. Ну, а вторая часть вопроса про то, как это делается, ну, там технологии сложные, они завязаны во многом на проект реставрации, который делается на основании обследования, обследование показывает, какой там химический состав, грибок, не грибок, что привело к разрушению, какие элементы нужно заменить, какие слои поменять, как заштукатуривать. Ну, это не моя специализация, это есть в правительстве Иркутской области подразделение, которое занимается этим вопросом, называется Центр сохранения историко-культуры, культурного наследия, и вот там специалисты, специализирующиеся на этой теме, могут подробно эти вещи рассказать. Для меня это вот кроется за одним словом, реставрация. Проекты реставрации, это очень серьезные, очень важные для нашего города, как исторического города, да, вопросы. Ну, есть специально обученные люди, и они этим занимаются, мы им доверяем. Вы действительно очень сильно нас успокоили, потому что многие, наверное, когда проезжают по центральным улицам нашего города и сталкиваются с таким явлением, они думают, а занавесили и дальше ремонтировать не будут. Так что, уважаемые радиослушатели, все это ремонтироваться обязательно будет. Совершенно верно. Также наших уважаемых радиослушателей волновал вопрос, который касается аэропорта нашего Иркутского. Насколько мы знаем, не так давно появилась информация о том, что Иркутский аэропорт будет переноситься где-то вблизи поселка Хомутова Иркутской области. Вот скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находится разработка проекта этого аэропорта? Потому что, насколько мы знаем, Игорь Иванович Кобзев, наш губернатор Иркутской области, как раз доложил о том, что прошлым летом финансирование начало выделяться. Аэропорт в районе деревни Позняково действительно вроде приземляется. Значит, приземляется, это значит, что наконец-то все ответственные органы и лица определились с местом будущего размещения аэропорта. Ошибки в определении места недопустимы, потому что место определит безопасность полетов, удобство эксплуатации, эффективность этого аэропорта, нахождение относительно трансконтинентальных перелетов и так далее. Значит, ну, коль скоро действительно была озвучена новость о том, что с местом определились, то значит, что сейчас будет вести себя подготовительная работа. Но так происходит в отношении аэропорта, что это вопрос очень непростой, сложный, зависящий от многих, решения многих инстанций, в том числе и Министерства обороны и различного рода вооруженных сил, потому что у нас с вами такой непростой регион, у нас много стратегических сил, поэтому это все тоже влияет на место размещения будущего аэропорта. Ну, вот сейчас идет проработка всех тактико-технических характеристик будущего объекта, и я думаю, что в скором времени мы из средств массовой информации узнаем более точно, где, в какой стадии проект находится. Поскольку я главный архитектор города Иркутска, да, эта территория не наша, я в полной мере не обладаю доподлинной информацией и руководствуюсь только тем, что получаю средства массовой информации так же, как и вы. Также, уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что у вас есть еще возможность задать нам свой вопрос, у нас идет трансляция в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Байкальского государственного университета. Задавайте свой вопрос, и, быть может быть, именно ваш вопрос попадет в прямой эфир, и мы его обсудим с нашим уважаемым гостем. Я так понимаю, что нам уже пора подводить итоги на лучший вопрос. Вот, Антон Михайлович, скажите, пожалуйста, какой вопрос из вышеперечисленных вам понравился? Вы знаете, мне очень понравились вопросы про набережную, про транспорт, и в целом вообще все вопросы достаточно цельные, какие-то такие зрелые и взрослые. Поэтому давайте, наверное, отдадим наш приз автору вопроса про левый берег реки Ангара, про то, когда там будет вестись благоустройство. Мне кажется, это очень ценно. Да, действительно, это вопрос, который задали студенты Иркутского государственного университета путей сообщения. Мы приглашаем вас на экскурсию к нам в Байкальский университет, и мы вам обязательно передадим этот приз. А, Николай, какие-то вопросы у вас еще остались? Нет, больше вопросов не осталось. Ну, а на этой отличной ноте мы рады закончить наш эфир. Я напомню, что сегодня к нам пришел главный архитектор города Иркутска Антон Жуков. Антон Михайлович напоследок еще хотел совершить некоторый акт интерактива и передать привет. Коллеги, ну я хочу вас поблагодарить. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня меня пригласили и задавали свои вопросы. Вы очень здорово ведете этот эфир. Очень завидую всем современникам и студентам, кто, собственно, имеет возможность слушать, участвовать, изучать какие-то для себя интересные сферы. Вот, поэтому спасибо большое, мне было очень приятно. Ну и пользуясь случаем, как часто бывает на радио, хочется передать привет. А привет я хочу передать заместителю директора Института культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий Торпову Виктору Дмитриевичу. Виктор Дмитриевич, тебе большой привет. Виктор Дмитриевич, вы нас, я надеюсь, слышите. Вам большой привет от всех нас сидящих и от вашего прекрасного друга Антона Михайловича. Антон Михайлович, огромное вам спасибо за то, что нашли время и сегодня пришли к нам в программу. Также я хочу напомнить, что сегодня моим соведущим был Николай Блинов, студент Иркутского государственного университета путей сообщения. Спасибо Владимиру Изместию, что позвали провести с вами эту программу. Спасибо большое вам, Антон Михайлович. Вы очень интересный человек, я думаю, нашим радиослушателям вы очень заинтересовали их. Им было максимально интересно слушать вас. Спасибо вам большое, ребят. Я надеюсь, что вы у нас не последний раз. Приходите с другими актуальными темами. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok